В следующем месяце здесь зазвучит не только детский смех, но и звонкий собачий лай. Это первый центр в регионе, где особенным детям помогут освоить необходимые навыки с помощью канистерапии. Так называется метод абилитации с использованием специально обученных собак. У нас также будут обучаться собаки, то есть они будут обучаться и отправляться на дом. Это по желанию родителя. А также будет на постоянной основе проходить занятия в нашем центре. То есть есть родители, у которых нет возможности взять домой большое животное. Собака будет лабрадор-ретривер. То есть порода такая немаленькая, но считается самая добродушная и самая подходящая для канистерапевта. В новом корпусе центра откроют кабинет музыкотерапии, тренажерный зал для детей с особенностями в развитии и комнату для холдин-терапии детей-аутистов. Конечно же, двери центра открыты и для здоровых малышей. Здесь практикуют инклюзив, проще сказать, и тем и другим. На интенсивную терапию казахстанцы едут почти отовсюду. Расширить спектр услуг помог безвозмездный трехмиллионный грант. Я патриот своей страны. Я считаю, что все должно расти на нашей земле, что Европа должна на нас равняться. Потому что есть те методики, которые у нас были испокон веков. Но где-то они прошли патент, и теперь мы занимаемся якобы по их патентам. Та же, допустим, ипотерапия. Но испокон веков наши дети уже в возрасте трех лет спокойно сидели на лошади. Сейчас это считается не нашей методикой. Я считаю, что государство увидело, что это интересная такая сторона вопроса, когда все-таки у нас не будут родители выезжать в ту же Россию или за пределы города, допустим, пусть даже другой город Казахстана, а будут все услуги получать здесь. И, допустим, моей мечтой является, что в наш город будут приезжать отовсюду, и мы будем примером для всех. Всего в регионе одобрено 12 грантовых бизнес-проектов на 30 миллионов тенге. Самых разных. Например, в Кустанайском районе будут разводить африканских самов. В Сараколе построят пункт переработки жидких отходов. А в Камыстах – мясной цех. Диара Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТН.